Приветствую, друзья, на библейском портале «Экзегет» Ответы на ваши вопросы Приснилась бабушка, которая умерла несколько лет назад Во сне она сказала, что ей нечего есть Я две недели назад заказывала сорока уст о ней Что делать теперь? Во-первых, никак не вменять в свою прямую обязанность Явившиеся вам в сонном бреду родственники Если дают вам какие-то поручения, их тотчас выполнять Не забывать о том, что хоть и душа вашей любимой бабушки бессмертна Но явление во сне относится не к ее посещению, а к вашим сонным бессознательным фантазиям Они являются некоторым отражением и духовной, и земной реальности, но ни в коем случае не буквально Поэтому осмыслять какое-то оригинальное меню для голодающей на том свете бабушки точно не надо А если вопрос расширить, каким образом возможно для усопших сродников наших Наша посильная молитвенная помощь или какие-то другие меры такого церковного взаимодействия И так, конечно же, вполне законно поставить вопрос И у многих есть какая-то неудовлетворенность от своей посмертной милости близкому человеку Уже с временной жизнью расставшемуся Будем помнить, что для усопшего православного христианина Главное утешение, которое простирается за границы временной жизни Это поминовение за божественной литургией Омовение частицы с вынутой частицы С поминанием имени усопшего в чашу С кровью Христовой С молитвой о оставлении грехов всех поминавшихся здесь И живых, и усопших Будем помнить, что и в особые дни церкви установлены Поминовения усопших Общецерковные дни Дни конкретные, связанные с почившим Служения лити кратенько Или чуть более пространные панихиды Молитва ваша вместе со священником Которого мы попросили отслужить эту службу Составляет, конечно, такое глубокое и проникновенное И в области заочное воздыхание Несомненно, утешающее и того, кто молится И того, о ком молится Существенные свойства Завершившего свой земной путь Уже некоторая бездеятельность Тогда как души питают Дела христианской любви И потому принято в православии В память о усопших близких своих Творя какую-то милостыню Хоть и маленькую, отдельную Подаяние какой-то Необходимой для пропитания Дневного монетки Либо оказания какого-то другого служения Связывать с поминовением усопшего сродника Не мне, Господи, грешный Но почившему сроднику моему Такому-то в мини, Господи, милостыню сию Или служение сия Это благое дело Господь знает, кто подвизается Господь видит свидетельство любви нашей И веру И от этого становится и самому Подвизающемуся светло И усопшему лучи Славы Христовой От добрых дел, совершаемых нами При жизни непременно достигают Молитвенная память имеет разнообразные проявления Кто-то увековечивает имена Своих близких сродников На благотворительно вылитых для какой-то обители или храма колоколах Кто-то, потрудившись по созиданию храма Сподобляется благословению архиерея Наречь престол в честь того святого Имя которого носил почивший наш близкий человек Так, например, в нашей обители есть трехсветительский собор С пределом в честь веры, надежды, любови Материк Софии Симметричный по архитектуре храм И наречен он так В соответствии с святыми покровителями Благочестивого семейства Григория и Любови Васильевых Которые в далеком 1866 году На средства своего семейства Воздвигли этот храм посреди пронской спасской пустыни Какое умилительное и благодатное памятование О них всегда сохраняется Когда мы и в ктиторские дни Это, как правило, следующий день После престольного праздника Сугубо поминаются благодетели обители И тропари, полагающиеся по уставу божественной литургии Когда поется тропарь храму В числе прочих тропарей и кондаков Предшествующих чтению священного писания По ходу божественной литургии В которых поминаются святые покровители Вот такие светлые перспективы Для всякого желающего с усердием Поминать усопших сродников своих Внеси свой вклад, оцени Подпишись и поделись этим видео